В эфире передача в спортивном темпе. В этом выпуске я попробую доказать, что отдыха лучше, чем активного нет. Как вы представляете для себя полноценный отдых? Если для вас это многочасовые чаепития в обществе близких друзей, то смея вас разочаровать, пользы от такого пассивного отдыха для вашего организма абсолютно никакой. Полноценное восстановление силы и работоспособности возможно только при обеспечении активного отдыха. В основном, конечно, приходишь домой с семейной жизнью и кушать, готовишь. Тираешь, убираешь. Дома с детьми. В свободное от работы время занимаюсь маленьким ребенком. Чтением книг. В основном занимаюсь домашними делами. В свободное время стараюсь посвятить семье. В свободное время занимаюсь ребенком. Ну, иногда я люблю очень поспать, и поэтому в воскресенье я могу весь день проспать. Сижу дома, в интернете. Смотрю дизайны. Сижу ВКонтакте, кино смотрю. Это такой замкнутый круг без внешних каких-то вмешательств. Как же правильно организовать свое свободное время после тяжелого трудового дня? Какова польза от активного времяпрепровождения по сравнению с пассивным? Усталость намного быстрее снимается не при абсолютном покое организма, что является пассивным отдыхом, а в результате смены рода деятельности. Если в процессе работы происходит активное переключение деятельности с одних мышечных групп и контролирующих их нервных центров на другие, то утомленные мышечные волокна гораздо быстрее восстанавливают свою работоспособность. Приходя домой после работы, в качестве отдыха лучше всего сменить вид деятельности. Причем это одинаково справедливо как для взрослых, так и для детей. Для детей особенно, поскольку при современной занятости мамы-пап и при распространенности видеоигр ребенок зачастую не может получить адекватного физического развития. Детский спорт – это еще одна тема, которой мы уделим особое внимание в этом выпуске. Одним из способов позаботиться о физическом состоянии ребенка могут быть танцы. Чем может заниматься подросток на улице? Он сталкивается с различными нехорошими вещами, в принципе. Но если родитель, предположим, отдает 8-летнего либо 10-летнего ребенка в школу танцев, то он прекрасно знает, чем ребенок будет заниматься. То есть он будет развивать свое тело, он будет слушать музыку, он будет увереннее, у него будут пропадать различные комплексы. На своем примере могу сказать, что раньше, в принципе, я был довольно-таки зажат, и танцы помогли мне раскрыться. То есть вы, ребята, куда-то вообще-то ездите? Конечно, конечно, уезжаем. И жизнь от этого таким образом становится? Становится динамичнее, интереснее. Находим новых друзей. То есть круг друзей намного расширяется. А тут его становится круглозор шире. Каждый человек может найти для себя что-то свое. Не обязательно крутиться на голове, не обязательно прыгать на руках. Можешь прийти просто и потанцевать хорошую музыку. В спортивном центре «Маршал Артс» представлено несколько детских секций единоборств, ради которых в основном и был создан этот центр. Мы занимаемся три раза в неделю. И сколько это удовольствие стоит? Занятия у нас проходят дети, 500 рублей. 500 рублей за занятия? Да, 500 рублей в месяц. В месяц? Да. У нас такая политика, что мы стараемся детей привлечь. В этом центре? Да, в этом центре конкретно. Привлекаем детей, чтобы здесь это не было дорого для родителей накладно. Я думаю, 500 рублей родители могут найти для занятия своего ребенка. А с чем связана такая низкая цена? Ну, здесь это политика руководства. Как бы руководство более настроено, как бы не зарабатывание денег. Ну, как я знаю руководителя Дамиры, он построил этот комплекс для души, для того, чтобы дети здесь просто занимались и проводили свое время. А не ходили там на улице, там по дворам и так далее. Ну, в самбо, как правило, детей отдают с 10 лет, у даже организм более крепкие, связки, суставы, мышцы. С малышами мы работаем у них с 8 лет, набираем занятия, проходят тоже у них в обычном режиме. Уделяется больше времени акробатике, физическому развитию, то есть физкультура обычная. Ребенок здесь очень подвижен, то есть мы работаем, развиваются практически все мышцы, все группы мышц в теле. Дзюдо – это как шахматы, кто кого переиграет. Там думает голова, то есть кто кого перехитрит. Давно вы занимаетесь дзюдо? Ну, я уже седьмой год. Я тоже самое, седьмой. Чем оно вам помогает вообще? На улице, когда нападает. Спорт формирует характер человека, а характер, сейчас мы уже знаем, какой характер у человека, такая и судьба у него складывается. Если они с первого до десятого класса будут заниматься, они же здесь на ковре, соперничество у них, а взрослой жизни – это соперничество прежде всего. И во взрослой жизни они это соперничество воспринимают как должное, они не растрачивают нервную систему. А те, кто спортом не занимается, у них паническое состояние, психика нарушается, и они уже как бы подрывают себе здоровье. А они соперничество воспринимают сейчас вот как радость. Говорит о том, что во взрослой жизни они добьются гораздо больших результатов. Сила большой роли не играет. И девочки сейчас, дзюдо – это для девочек очень популярный вид спорта. У нас в городе уже тренеров половина стала женщиной. Не оставим без внимания и самых-самых маленьких. В теннис можно начинать играть уже с пяти лет. Игра влияет на формирование двигательного аппарата, развитие гибкости и координации. При игре один на один с противником, этот вид спорта влияет на психологическое состояние малыша, когда именно от него ждут высоких показателей, и именно он ответственен за их достижения. Ребенок, он уже осваивается с трех лет. Но в четыре, в пять его уже вполне можно отдавать. В команде уже начинают работать. Раньше, когда они первый раз пришли, это месяц назад было, они так ничего не... Они как эти муравьи разбегались и все, получают основу дисциплины. В теннис играть трудно, потому что я еще не знаю, как надо кидать мячики. А что труднее всего? Труднее всего по-настоящему играть. Делятся на команду, играют, выигрывают, радуются, думают уже, как подбежать быстрее, что-то сделать лучше. Ракетки детские. Маленькие ракетки, они детские, легкие, ручки не длинные, головки побольше. Принимая во внимание столь юный возраст, все упражнения проводятся в игровой форме и занятия непродолжительные. Однако, со временем уроки большого тенниса принесут свои плоды, и у ребенка возникнет хорошая привычка к спорту, которая будет помогать ему всю жизнь. А теперь давайте вернемся к теме пользы активного отдыха. Если в рабочие часы вы преимущественно заняты выполнением физической работы, то дома лучше заняться выполнением дел, требующих хотя бы минимального интеллектуального напряжения. Займитесь выполнением любой домашней работы. Главное, чтобы при выполнении физических нагрузок работали преимущественно те мышцы, которые в течение всего дня не особенно утомлялись. И наоборот, уставшие от выполнения однообразной работы группы мышечных волокон, при активном отдыхе не должны получить больших нагрузок. Хотя бы просто сходите на прогулку в ближайший сквер или парк. Пребывание на свежем воздухе принесет большую пользу вашей нервной системе, обогатит гемоглобин крови кислородом и обеспечит полноценное восстановление силы во время сна. Если же вы работаете в офисе и весь день смотрите в экран монитора, то отдыха лучше активного физического для вас попросту нет. Если все домашние дела у вас уже выполнены и остается куча свободного времени, не ленитесь записаться в спортивную секцию или фитнес-клуб. В прошлых выпусках мы уже рассказывали о секции рукопашного боя. Теперь главные герои техпередач перешли на занятия по метанию ножей. Сюда приходишь, атмосфера такая, что сердце радуется. Мы берем людей в любом состоянии, духу и телу, и возвращаем их к нормальному состоянию, к здоровому состоянию духа и тела через боевое искусство. Система на самом деле очень своеобразная, очень эффективная. Прошедшие испытания людьми временем. Если вы видели, мы метали ножи здесь. В чем заключается смысл безоборотного метания ножа? Все зависит от импульса тазом. Нужно просто правильно взять нож в руку и сделать резкое движение тазом. Все. Нож безоборотным способом кидается из всех положений. Стоя, сидя, лежа, колено, как хотите. Так как это система прикладного единоборства, то одно из самых главных требований к такой системе – это надежность. Потому что, когда идет реальный бой, стоит вопрос жизни и смерти, здесь отпадает сразу все, что нереально, все, что может не сработать. Поэтому мы как раз учим тому, чему можно научиться быстро и применить с большой долей надежности. 1, 2, 3, 4 Достижение внутренней гармонии и обладание всесторонне крепким здоровьем в напряженном ритме нашего мира намного важнее умения уловка драться. Для этого и предназначено искусство кунг-фу. Сам стиль венчунь вышел из стен монастыря Шаолин. Это укрепление организма, его сухожилия, подготовка, воспитание духа – это главное. Тренировки по венчунь делятся на боевой аспект, само кунг-фу, и оздоровительный аспект – это кихон по-вьетнамски. Человек, допустим, тот же самый в офисе, который сидит, у него застой крови, тазобедренных суставов, внутренних органов. Человек ничего не делает, не двигается. Для того, чтобы начать движение энергии, той же крови, для этого надо двигаться. А то, что он приходит и начинает, опять же, сидячую работу, сидеть возле телевизора и смотреть, эту пользу не приносит. Человеческое тело он дряхлеет. Со временем человек понимает, а уже поздно. Человек, который позанимался спортом, ему уже не хочется пойти лишний раз выпить кружку пива. У него нет на это ни времени, ни желания. И организм не требует этого. Тань, ты сама-то прикладываешься к тому товару, который предлагаешь? Я прикладываюсь к бадминтону и латини. Мне очень нравится бадминтон. Я организовала эту секцию специально. В общем, это было, наверное, так. Я сначала эгоистично организовала это для себя. Потом поняла, что людям это тоже нравится. Очень хорошо к нам встраиваются в наши ряды бадминтонистов, волейболисты. Потому что все приемы те же самые. Я, в общем-то, сама бывшая волейболист. У нас очень много программ, которые рассчитаны именно на мужчин. Он и называется Marshall Arts, что в переводе с английского языка – боевое искусство. Соответственно, у нас очень много мужчин ходит в комплекс. И для них не составляет труда сюда добраться. Потому что, как правило, мужчина, он имеет машину, автомобиль. У нас отличная автостоянка, где он может разместиться. Что, собственно, очень радует наших клиентов. На бадминтон идут или на скалодром идут. Этот скалодром – один из лучших в Уфе. Я бы его даже не побоюсь сравнить с московскими скалодромами. Потому что, в принципе, я знакома с этим видом спорта. И я знакома с московскими скалодромами. Могу сказать, что очень достойно. Очень достойно. И на следующий год мы планируем вообще-то расширить даже скалодром. Мы построим зал болдринга. И родители, которые хотят отвлечь ребенка от улицы, могут привезти ребенка именно на скалодром. Потому что развивает очень хорошо. Я свою дочь в 13 лет отдала на скалолазание. Я очень довольна была результатами. Она через год у меня из синего цыпленка немощного превратилась в красивое создание. Но мы сейчас активно развиваем направление для женщин. У нас создана секция пилатеса, восточных танцев, латино. Секция, которая подходит как для мужчин, так и для женщин. Так и для парных. Для пар, которые приходят и хотят вместе где-то заниматься. Это отличный фитнес. И это даже больше скорее фитнес, можно сказать, чем танцы. Потому что пока мы там разучиваем движения различные, мы получаем очень хорошую нагрузку на весь организм. Когда мне клиент говорит, что до вас очень далеко, и я спрашиваю, сколько времени у вас занимает. Мне отвечают, 20 минут. Для меня это просто очень удивительно. Потому что, ну что такое 20 минут на сегодняшний день, да? Ты пришел сюда с семьей, муж идет на рукопашный бой, и жена там идет, занимается либо фитнесом каким-то, латиной. Сходили в сауну, ребенка отдали на самбо. Все, вся семья, вот она в сборе. Нам хочется делать добро для людей. Нам хочется отвлечь подростков от улицы, мужчин от пивных баров. На этом все. За всей необходимой информацией добро пожаловать вот на этот сайт. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok